всем привет привет тут солнечно италия на проводе окна везде открыты маска на красивом лице уборка как всегда смотрю бляхомуха этот сериал этот турецкий сериал на фига его смотрю девочки не сбрасывайте мне другие сериалы я не хочу их смотреть эти турецкие сериалы честное слово один этот посмотрю а мне там девочка пишет марина ну пожалуйста ну посмотрите черная черная любовь по моему не смотри говорит это коммерческая коммерческий ход фильма в том плане что типа как бы там ничего такого нету типа выдуманная так понимаю история что хочу сказать я надеюсь если не рукой доберутся пересадить этот цветок и это тоже колонку и тоже пересадите нам потому что здесь просто умрет как они вы туда засунули я не знаю кстати вот он и вышел они его просто туда засунули это мне надо сегодня все пересадить я надеюсь только поубирал чтобы здесь опять грязь не развести смотрите вчера вечером повесила гирлянду сверху сейчас вам покажу сейчас минуточку а ну мы видите как здесь нашел бляха муха меня раздражает я постоянно перещелкиваю чтобы она не мигала но это мигалка но это вообще не в армии не не во влагалище понимаете вот так пусть висит смотрите девочки вчера все-таки себя застала села и сделала подушки у меня оставались вот такие вот ленты это подарочные знаете когда дарили вот на новый год там на наталья в основном на рождество на католическое дарили там какие-то коробочки на них были вот такие вот ленточки по моему меня они оттуда и остались значит типа подарочным эти вот завязывались вот и я это самое оттуда их снимала разрезала и вот они у меня висели в том плане лежали в том плане их не выкидывал так как у меня не было одинаковых были только шнурки я думаю не шнурки не хочу там старые резать но мы сделала на ленточках все равно их не видно они постиранные все не хотела я их как-то выбрасывать еще потому что здесь курочки нарисованы хотя я понимаю что можно пойти на базар и там за 10 евро купить еще но новые потом они купятся со временем но эти как-то все но я к ним как-то прижилась вот именно с этим и короче что я сделала это у меня я постирала это у меня филипп спит на этих самых и при стирке знаете немножко комкается шерсть и потом остаются такие закатышки я пришила я прям села вчера и прям смотрел этот фильм про какой-то вечный век или но вот этот турецкий сериал вот и там все девочки написали маринам мы там на какой-то сотой серии и еще какое-то там продолжение я на продолжение я не могу я не могу мне времени нет я не я не сплю ночами я чтоб его досмотреть уже и все и закрыть я хочу досмотреть фильм зигзаг батареи еще не включала потому что везде окна открыты протирала пол и вот такие вот ленты я пришила сейчас я его туда приделаю на скамеечку и потом пойду искать и не искать я знаю где лежат у меня на подушники на ловочке в общем праздники прошли надо что-то подумал по шести лить и привести в порядок на скамеечки положим оставимая рубрика матьё головы в раковине масочку я сделала везде по убирала коврик своей комнате застелила стирала покрывала которым прикрываю потому что собачки бегают могут сыграть так очень удобно пеленки я уже говорила в каком-то видео пеленки очень неудобно я видела у мужей уже не гейн и я видела у неё можно родились щенята у них лежали пеленки я понимаю такие пеленки я видела такие на амазоне я ходила искала такие пеленки вот на амазоне очень маленькие они дорогие но они того стоят если тебя животные купить там эти самые пеленки но они маленького размера мне они не подходят мне нужно большого размера пеленка так любимая рубрика мы те головы в раковине мою понтином здесь лежит кондишен а вот такой вот от моей краски мою голову слушайте это меня спрашивали кстати много девочек я даже не думала что мне будут спрашивать по поводу подсветки в моей комнате по поводу подсветки в комнате александр александр там что-то там она дернула что-то не отпала естественно было лень куда-то лезть что-то прикреплять так она у нее не работает но она рабочая то есть надо прикрепить там правильные проводочки я вообще думала что эта тема уже такая избытая потому что уже весь мир в этой подсветке это уже по моему самое последнее кто эту подсветку сделал думала я что это было я оказывается есть люди которые еще спрашивают где ее купить слушайте в икее она есть по-любому вот если нет людей а она есть по-любому на алиэкспресс или же просто подсветка забивайте подсветка на потолок в интернете какой-то сайту вода на везде есть он кстати еще есть в подсветке что типа как бы типа разного цвета подсветка еще и музыку то есть видно как-то еще блюд блютузу я не знаю что такое но я понимаю что какой-то нет блютуз как-то подключает и у вас еще будет идти много шампунь на и дело у вас еще будет идти светомузыка но мне не надо я им включая только вечером она мне я говорю что я всю жизнь проработала в дискотеках там я там я в них и осталась в дискотеках поэтому поэтому мне нравится вот эти вот все штучки подсветки огонечки два раза моем волос не выпадает приливы не появляются грудь как-то начала болеть сосковая часть груди начала болеть я надеюсь что это пойдут может дела у меня но я привык жду меня их уже нет и на листа 4 антонио не звонил антонио не звонил воскресенье не звонил вчера единственное что ответил на мою историю в инстаграме где мы разбирали елку он написал слава богу что нет меня так бы заставлю так бы так бы я ее разбирал я так подумал антонио ты блин вам не сомневаюсь у тебя эта елка лежит там комнате у александры тебя все равно это тронет ты и понесешь подвальное помещение все немножко бальзам чеком это у меня после краски бальзам остался это удивительный бальзам сколько девчонок раз я вас такой же краской писали марин дабы за бальзам после этой краски говорит обалденный краска которой я говорю это дарьер 111 это гарьер это у меня батареи включились это гарьер 111 там очень классная краска 6 я поменяю халат брошу в стирку сейчас поменяю жизнь прекрасно замечательно удивительно на улице хорошая погода какой-то мне кажется потепление мне надо еще постирать здесь шторы бежит там все разобрала видите как уголок сейчас я найду наволочки на на подушку что-то несколько минут подержу конечно можно было бы в пакет там девочка писала держите кондиционер целый час девчонки мне кажется что если кондиционер написано что типа держите пять минут то есть реакции больше пяти минут уже не будет вот эти вот три минуты они дадут реакцию какой-то волос стали более мягкие там еще что-то ну если ты будешь держать нет я раньше так делала маску маску и кондиционером маску я так делала что пакет одевала ходила в ней маски у меня разные там три вида маски но одного александра забрала отвезла туда квартиру твоего жениха потому что она говорит это маски тоже сделает ложится блин сейчас ночи ту пока я не скажу иди году на жизнь или от расставать ложится встает рано приходит сразу заваливается спать сейчас надо что-то и поесть приготовить и нашу на хочет что она захочет сначала полотенцем и нам сейчас сушить не буду потому что саша это чисто мне . потому что там все саша не буду это или будить полюбку себя приду предоставку халат в стирку хотя начисто на все равно нравится вам как я сделала дошли я добавил огоньки то что очень длинная это не знаю сколько на метрах но она много метров так что спаду спаду показана уже всего 2 это софия давала на одну подушку на одну подушку убрать были навыки я софии поддавала вы с ней поменялись а ведь она мне давала сегодня можно было бы батареи не включать но так быстро пролетели праздники так ними готова к ним готовились так ждали новый год у меня этот год если подводить итоги прошел очень хорошо во первых я два года потратила там ну год я потратила скажем на именно на кастинге там ездила на некоторые кастинге два года там я вложила в костюмы в стразики и во всем чтобы там попасть куда попасть на телевидении вот и у меня год прошел хорошо в том плане чтоб ну продуктивно я бы не сказала у меня внук родился да там писали правильно это самое такое важное вот потом меня взяли из всех там миллионов людей которые проходили кастинг на реалити-шоу я проходила тоже с ними на одно реалити-шоу но они мне сказали ты его переросла сейчас ничего не можем говорить жди я ждала 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 потом уехала в турцию потому что они типа уже начались пошла информация что началась от съемка программы а мне еще типа не позвонили оказывается они когда снимали программу они снимали категории и пока моя категория не подошла в которую как бы меня меня видели мне да вот это артистическая категория в типов фриков интернет фриков и типа интернет звезд скажем так это у них так вот публичность или типового персонажи скажем интернет персонажи пока до меня уже пришла не не звоните по не позвонили сказали там у вас отобрали там на такой-то там месяц будут будут снимать вашу категория они же не сказали я уехала в турции как раз буквально через две-три недели мне позвонились они мне звонили телефон был со мной они не могли дозвониться уже на ватсап они вышли я размещала по моему даже вам в ютубе показывала размещала в инстаграме до сих пор есть эта запись где говорят что типовые взяли вас взяли на программу черт дарвинг вот поэтому как бы с одной стороны как бы давно типа ты к этому шел и потом в итоге тебя не оказалось в этом месте с другой стороны для хамуха там везде летали видеокамеры я бы стеснялась свои улыбки вот и я бы не было такого бы я могла раскрыться перед итальянской публикой потом я съездила в турцию я там полюбилась у меня там появились какие-то какие-то у меня там были эмоции страсти не важно кто там думает по ту сторону экрана я это пережила и это было волшебно вообще очень круто вот поэтому я не сказала бы что у меня прям какой-то год вот прошел какой-то там плохой какими-то мелкими неудачами конечности какими-то мелкими неприятностями какими-то ситуациях какие-то которые я попадала это да конечно но это такое все мелко что я даже если так вот сейчас ковыряться я их и не помню то есть наверное они больше связаны с моим внутренним переживанием и состоянием это там я не знаю любовной и страстью они более связаны какие-то разочарования да не очаровывайся в этих нибудь разочароваться вот поэтому все все остальное у меня как-то все хорошо вот то есть нет такого чтобы я запомнила и сказала боже вот это вот было очень плохое то есть такого мне нет то есть у меня как-то этот год который прошел он был достаточно как внутреннее мое состояние она удовлетворила можно лучше бесспорно но тем не менее так я пошла тогда поменялась этого ракурса показать вам сейчас подождите вот это вот я что-то надо убрать некрасиво с этого ракурса как все опустошилась елочку оставила хотя в принципе знаете я вот подумала она мне в принципе не нужна саша и и все равно включать не будет вот не будет и я еще стремянку и кстати не убрала может быть я и сегодня вечером уже кстати и уберу потому что она в принципе я включаю ну знаете она получается что только электроэнергия вот это идет хотя создает какой если бы она вот еще туда ее поставить там на какое-то время еще более-менее но я уже тут угол не хочу трогать потому что он убранный сейчас давайте уберем эту подушку потому что на всем на без наволочки это я у меня все постиранное она все сухое пусть немножко просто форму придаст как всегда я проветриваю кровать все постиранное у меня проветриваю кровать не застилаю сразу дети спят поели спят малепусики они ночью я их лишь не закрываю они надо вот там вот у меня играются играются я свет выключаю не раз там и все и там там и уложились а если конечно убираю я это самая здесь единственное что вот она ирис она не выходу она не идет дальше комнаты то есть она тусуется только здесь пацан конечно уже тусуется вообще везде просто малая принесла мне игрушку хочет играть так это все сейчас я унесу на кухню включила я батареи сейчас так как штаны мои дойдут что-то хотел сказать а хотела сказать за собачек ладно подождите давайте вернемся к кухне давайте вернемся к кухне смотрите у меня вот здесь получилось вот такое вот да типа фрукты осталось одно яблоко у меня от фруктов здесь я наполнила вот эту вот гирлянду терпеть не могу когда она так вот хлопать все ты моя девочка ты мне игрушку принесла моя ты красиво играться ты хочешь скоро будем играться скоро весна будем ходить на улицу дети твои подрастут хотя она их кормит редко и они уже на подкорме давай моих алесе там был комментарий девочка женщина написала ну в инстаграме она написала у вас неухоженные коты собаки и тряпочки полотенчики в общем все у нас в квартире не ухожено типа все на тепляп смотрите я хочу вам сказать вот этот влог он сделан специально для таких как вы чтобы вы смотрели где на тепляп и не ухожено и чтобы вы в своей квартире делали еще более уютнее и ухожено то есть я как пример как не должно быть то есть вот как вот у меня грязно да там не ухожено все как-то не не состыковочки везде да не уютненько то есть то есть вам сделан этот влог для того чтобы вы смотрели и совершенствовали себя в своем доме смотрите девчонки вот здесь как и были бискоты стоят в печенье все я иногда кстати их подпевает кстати я приехала с турция ни одного чая не выпила вот твой мячик кстати вот видите я вот так вот их сильно не затягивала специально чтобы они не порвались александре вчера сказала смотри мне не порви мне вот эти вот ленточки я же их распарывала туда их засовывала все это вручную и новогоднее одеяло мне высылала моя подписчица из америки и людочка по моему ее звали и до сих пор она у меня так и есть его только когда вот новогодние праздники достают кстати а я им пользуюсь ну вот как-то так мне осталось кстати доделать вот эти вот постирать на кладушке и тоже их перешить перешить а да и купить сюда кстати вот эти вот я смотрю там он скрипит они наверно под и подделывались видите как она завязывает вот я вчера сказала вот и завязываешь как я могу их потом развязать вот как я могу их потом развязать вот это вот мне надо все развязать а не разрезать постирать стулья я уже протирала. Я, кстати, часто протираю стулья. Сегодня я двигала, кстати, холодильник. Вот, видите, как получилось. Сейчас фотографию тоже, если не забуду, достану, туда повешу. Хотя у меня есть... Есть другие там замыслы по поводу фотографий, там, с Турцией, где я в костюмах, но я же все время привыкла, что у меня, я снимаю видео, у меня, я могу наделать только скрины, то есть у меня нет именно вот полноценных фотографий. Вот, но там есть коллективная фотография с девочками, неважно, каких там я вас, некоторых в отношениях. Вот, но, смотрите, когда помыла голову, вот сразу сейчас не еду, ничего не это самое, хотя можно было там, Саша, я брызгаю таким веществом, чтобы оно, типа, потом при сушке волос не палило волос, я не знаю, маслицем пользуюсь. Короче, у меня есть идея туда повесить кое-какие фотки с Турцией, там, артистически, какие они у меня есть, пару фотографий туда заменить на некоторые фотки, потому что этот формат я выбрала очень большой, если поменьше чуть-чуть, можно было бы побольше навешать. Да, в общем, что-то прыгал, блин, стима на тему. Короче, смотрите, по поводу собачьи хотела сказать. Вчера мне позвонила Олечка, это наша подписчица, она смотрит на нас очень давно, вот, и она мне написала в инстаграм, она говорит, Марина, я так хочу у вас, говорит, собаку. Это уже не первая подписчица, которая мне пишет за собаку, я не знаю, почему-то как-то, как-то я почувствовала ее, я не знаю, но, в общем, она говорит, я хочу собаку, возьму, говорит, у вас, наверное, от мальчика, говорит, сколько сюда-туда, типа, можно ли частями выплатить, я говорю, да, без проблем, оставляйте залог, мальчик будет за вами, и, в общем, вот, на днях, и я вам скажу, если, типа, там, типа, все это свершится, типа, так оно и произойдет, я вам скажу. И тогда Ромеос уедет, здесь будет жить в Италии. У Оли, кстати, есть свой канал, потом, если она собаку, конечно, возьмет, я оставлю ссылку, если будет кому-то интересно, как собака растет, будете смотреть. У нее есть свой канал на Ютубе, вот, она говорит, я, я, говорит, все, хорошее, я выплачу, это заплачу, и, говорит, и потом поеду за собакой, когда вы скажете. Я сама рада, с одной стороны, что, тем более, человек еще и на Ютуб снимает, можно будет его видеть, лицезреть в своей юрке, в своих глазах. Вот. Поэтому, вот, она на днях должна, сказала, дать знать уже точно, ну, типа, там, оставить залог на собачку. И это, она говорит, мне даже не важно, я даже прививки сама, говорит, собаке поставлю, как бы, вот, у меня собаки уже, она показала, там, у нее животные есть в доме собаки. Две такие, кстати, большие собачки, прям большие, ухоженные, хорошие собаки. И одна, один поделек у нее есть, и один шпиц, у нее четыре собаки. Вот, и котенок еще есть. Ну, позволяет возможность есть, содержать этих собак. В общем, будем смотреть сейчас на этих днях, если она возьмет собаку, то будете наблюдать уже за всем этим зверьем на ютубе, понятное дело. Это будет интересно, как растет Ромео, тем более я же к Ромео отношусь совершенно, даже по-другому по отношению к малой ириске, потому что ириска, она девочка, она миленькая, но она, мне кажется, что она даже милее шанельки. Да, мне даже кажется, что она милее шанельки она. Вот. По поводу стрижки там писали, Боже, да подстригите же вы уже своих собак, как это, слушайте, кому это нужно? У меня они хорошая, у вас шерсть мягкая, нет этих самых петухов, если есть, мы их обстригаем, лапки подстрижены. От того, что вы собаку подстрижете, то есть, эта собака, она идет без подшерстка. И даже если на улице холодно, и вы отрастите шерсть, она все равно будет мерзнуть, потому что у нее нет подшерстка. Я их не стригу специально, чтобы насладиться вот этой шерстью. Эта баллонка, шерсть отрастает прямо в пол, при желании расчесывать бальзамами, там, посмотрите, на это очень много видео, забейте баллонки, мальтези. Вот, мне это, я этой шерстью сейчас, этой пелюшевой шерстью, у нас, это не шерсть, это волосы, в них не шерсть, а волосы. Я этой шерстью наслаждаюсь, пока они такие, держи, Шанель, пока они такие пушистые, потому что наступит лето, весна, будет жарко, и, конечно, я их буду подстригать. От того, что я стригу их сама, шерсть быстро отрастает очень у них, поэтому, если бы найти классного там вообще мастера, я этим не занималась, я не знаю, где эти мастера, то, что у нас здесь стригут, где стригут Филиппа, точно так же стригут и я ее стригу, потом машинкой. Я от этого не страдаю. Главное, что у собаки есть здоровье. Если мои собаки вам не нравятся внешне, это ваши проблемы. Вы можете, конечно, найти вот этого гурукула, или кто-то там стрижет эту шерсть, вы можете найти, стричь, и почему бы и нет. Если бы у меня была знакомая, я бы обязательно стригла, но куда-то ехать ее везти, стрессовать их нет. Ногти я вожу обстригать, им обстригают в салоне, потому что я сама не вижу, у меня есть ножницы, я и кошаков тоже, когда приходит ветеринар, она мне кошакам, она Филиппу стрижет, потому что у нее ногти прям закручиваются. Другим кошкам ногти мы не стрижем. Такой проблемы нет. Поэтому, если кому-то не нравятся мои животные, ну что я могу сказать? Я знаю как, я несу за них ответственность, я их люблю, я не знаю, как можно иметь животных и к ним плохо относиться. То есть я этого не понимаю. У меня все нормально. Если же вам не нравится что-то в моих животных, ну опять же, это наверное тот вариант, ну не делайте как я, не заводите животных, если вы не можете на ними ухаживать. У меня с этим проблем нет. Я считаю, что у меня животные ухожены. Я считаю, я считаю, я даже не то, что считаю, я утверждаю, что у меня чистая, уютная квартира. Я не знаю. Я даже тогда читаю некоторые, некоторые, которые мне комментируют в инстаграме, мне девчонки пишут, Боже, у вас там красиво и уютно, прям чувствуется через экран. Мне пишут это люди. Это мне один человек, который там, моя подружка, мне надо это сказать, чтобы мне это было приятно. Пишут, не знакомые мне люди, я сама вижу, что коридор там, да, там вот видно, не хватает дощечки, надо сделать нижний плинтус, но я его сделаю. Сейчас он не горит, но я его сделаю, этот нижний плинтус, я покрашиваю. Я сначала доделаю туалет, все-таки зашпаклюю кабинку эту, кабинку зашпаклюю, оставлю все, как оно есть, вот, а потом уже покрашу коридор. Вот, и там сейчас новые законы выходят, поэтому еще неизвестно, что, как будет, поэтому, как оно есть уже вот так, пусть оно так и будет, хотя бы так. потому что сейчас там столько новизны появилось, что за этими новыми законами не успеваешь. и там, когда вот в комментариях пишут по поводу Мелитополя, там еще чему-то, еще непонятно, как судьба распорядиться. Вот. Блямкает и блямкает, но в суд на них, напишите, куда я нанесу, потому что это невозможно. Вот. У меня здесь, кстати, стоит вот эта вот штука, которую я протираю глаза. Там девочка написала, Марина, это какая-то перекись 3%, вы пождете, пождете там, что-то в глаза, пошлете. Оля, и убегает. Знаешь, что я за ней иду? Ну, сам вот еще с вами.